Так, ну и наконец-то мы дождались, дорогие друзья. Всем пламенный привет. У микрофона Гомеры начинается финал G-Finity Elite Series. Мы этого дождались. Аллилуйя. Сейчас попробую вам наролить звук, но есть у меня одно подозрение. О нём чуточку попозже. Просто пока что приятная игра. Это первая карта, это Инферно. Мы начинаем прямо сейчас. Так, разбираемся со звуком. Ага. То, что хотелось, да, доказать. В принципе, я так и подозревал. В этот раз нам отдали звук, друзья. Кто неравнодушный, кто следил раньше за трансляциями G-Finity, в принципе, нам не отдавали ничего. Теперь решили отдать всё сразу. Из-за этого возникает одно деловое предложение для вас, товарищи. Напишите в чате, решим большинством, как вам лучше в плане того, что я могу зайти на Gold TV. Но тогда не будет никаких кадров с места проведения, не будет там игроков и так далее. Но при этом будет полноценный звук, будет нормальная игра. Либо же, как пиратская озвучка получается. Хочется уже начать как-то сыпать какими-то цитатами из знаменитых фильмов, одноголосой озвучки. Тем более, что в честь этого у меня, видимо, носа заложило. Заранее извиняюсь, друзья. Я приболел немножечко. Ну, зима никого не оставит в спокойствии. Вот и я немножечко прихворал. Ну ладно. Вы пишите. Как хотите, друзья, с клинфидом. Но звук я притушу немного, что-то на заднем плане что-то фонило. Или же всё-таки мне переходить на Gold TV. На Gold TV, наверное, перейду в любом случае где-то с менее сторон, чтобы мы минимум пропустили чего-либо интересного на карте. А так уже проходим по ходу дела в саму игру. Так. Ну, молчать мне теперь точно нельзя. Это всё, что я вам на 100% готов сказать. Ну и, в принципе, мы этого делать, конечно же, не будем. Комментатор не должен молчать как таковой. Envy делает entry frag. После этого, правда, ещё и второй. Находится минус. Казалось, что у Кива неплохие шансы есть забрать своего оппонента. Но тут всё-таки у него не получилось. Он вроде бы попытался выйти, но не тут-то было. Его за контроль. За контроль за счёт фармгана, друзья. Этот звук действительно немного раздражает. Я пока вообще уведу, наверное, звук линфида. Пока будет так, но в ближайшую возможность полноценной. Давайте даже на экономическом попробую. Максимально оперативно. Возможно, будут какие-то лаги на трансляции. Вы заранее извините. Просто нужно будет провести целый ряд махинаций. Но это всё после врыва со стороны Envy непосредственно на B-Plant. Выходит через банан друг за другом. Казалось, Зинкин неплохую флешку отбросил и может дать много минусов. Но не тут-то было ни единого фрага от него. Эрик дал только один килл. И точка за Джейс Волкингзом. Бывший игрок Фенатик Академи. Кстати, весьма неплохой игрок. За Ренегейтс успел поиграть. И у него явно какой-то коварный план. На этот раунд присутствует вот только какой. Отстрелить какой-нибудь девайс и унести его. Конечно же, пока не палец находится в церкви. Более того, если его не вычислят, что такое, в принципе, тоже может быть, он не умрёт. Сейв-зона неподалёку. А он никого и не встретит. Зато, с другой стороны, UMP валяется где-то на планете. Это Джейс Волкингз прекрасно знает. Попытается сделать вылазку за фармганщиком. И после этого унести его уже непосредственно в следующий раунд. Ну, посмотрим. Да, действительно, звука не хватает, друзья. Я согласен. И поэтому сейчас я, наверное, всё-таки пожертвую экономическим раундом. Выведу вам пока вот такую плашечку. И начну очень быстро логиниться в Steam. Ну, не в Steam, на самом деле. Steam у меня залогинен на этот случай. Но в КСочку зайти надо. Прописать GoTV, конфиги и так далее. На это уйдёт немного времени. Сами понимаете, друзья. К сожалению, не настолько это всё быстро. Но надеюсь, что ничего кроме экономического мы-то с вами и не пропустим. Поэтому поймём по ходу дела, конечно же, всё-таки попытаюсь сделать максимально всё качественно, быстро и оперативно. Но тоже такой момент вы учтите, что, возможно, разные дилеи там стоят на трансляции. И тогда нас ожидает сюрприз. Например, мы посмотрим дважды один и тот же раунд. Или, например, наоборот. Знаете, будет то, что мы телепортировались на какой-нибудь условный раунд два вперёд. Короче, всё это будет понятно по ходу дела. Друзья, GoTV у меня неподалёку, поэтому осталось буквально считанные секунды. Просто мне его прислали зачем-то с тире, двоеточиями и так далее. Всё это нам не нужно. Так, по идее, должна сейчас запускаться игра. Я перехожу тогда в соответствующую вкладочку. И мы возвращаемся в интересный, конечно же, Counter-Strike. Это финал, более того, финал BO5. Ну и надеемся на то, что действительно коллективы нас не разочаруют. Так, осталось найти КСку и вернуть к ней звук. Вот так вот. Вот и мы, собственно говоря, что мы пропустили. Посмотрите, как всё чётко и красиво. Правда, по-моему, немножечко подлагивает. Ну, будем разбираться по ходу дела. Даже экономически до конца мы не пропустили, но в целом всё ясно. Это, кстати, Эйс. Да, это единственная проблема. Мы пропустили Эйс от Хеджи, но против ЭКО не считается. В таких случаях обычно говорят. И я скажу не потому, что на самом деле против ЭКО не считается, потому что нужно как-то себя оправдать. Так. Ну всё. 3-0. В принципе, друзья, вот здесь начинается сама по себе игра. Если кто-то вдруг не в курсе, кстати, и Envy Academy. Взяли, конечно же, карту Инферно за свой пик. Дальше нас ожидает Мираж. Ну, в принципе, это BO5 обещает быть непростым. На моё превеликое удивление, многие считают фаворитами на Envy с Акедами. Даже англоязычные аналитики поделились мнением двое против одного. Но один это Торин. Торин, конечно, иногда с прогнозами совсем не залетает. Но вопрос в том, что лично мне Эпсилон даже в обновлённом составе весьма импонирует. Отдельно отмечу то, что играют они последние свои матчи уже достаточно давно без Барбара. Вместо него к Сейсте присутствуют. И изначально у меня был миллион вопросов к этому парню. Просто потому, что я вообще не знал, кто это такой. Играл он только в каких-то Т3 и Т4 коллективах. Но по ходу игры он смог убедить в том, что... Знаете, вот ещё молодой непуганный таких называют. Парень иногда предпринимает абсолютно жёсткие мувы, которые застают врасплох его соперников. Возможно, здесь что-то такое мы увидим. Но пока не он на приёмке. На приёмке Эрик вместе с тиммейтом. Это Зингер. В принципе, неплохо. Двоих забрали, одного потеряли. Но вот здесь Эрику не хватает стрельбы закрытой ещё одного соперника. Он решает вообще с ним не возиться. Дожидаться своих тиммейтов и уже вместе с ними идти на выбивание. Ну, дают вставить бомбу. Однозначно дают, конечно же. Но в целом, как факт, я думаю, решение разумное. Строго. От шведов другого не стоит ожидать в таких вопросах. Так. Ну, посмотрим. Будем разбираться. Эрик ждёт Джекса. Тот открывается на него. Даже попытался дать префайр. И это, на самом деле, проблема. Энви могли разыграть хотя бы на бомбу. Теперь разыграют ни на что. Только одна потеря в лице Зинкина. А так. Действительно, шведская пятёрка очень достойно приняла БПЛЕНД. И... Ну, Энви могли поставить бомбу. Они просто этого не хотели. Мол, денег им хватает. Можно обойтись и без этого. Можно и нельзя. Это спорная тема, если честно. Всё-таки... Я согласен с старой доброй гипотезой. Как говорит Акроха. Умри, но бомбу поставь. Вот. В данном случае все шансы были. Был тайминг. Была возможность. Хотели играть, конечно, от клача. 2 в 4. И, мол, не ставить бомбу. И искать возможность дать какой-то минус. А так... Ну... Не знаю. Короче, оно того не стоило. Это моя точка зрения. Вы же свою пишите в чате. Кстати, вообще пишите в чате, за кого вы топите в этом финале. Потому что призовой фонд очень серьёзный. Команды мотивированы. Голодный до побед, я бы даже сказал, в какой-то степени. И действительно интересно прочитать ваше мнение. С вами я уже сказал. Я не то чтобы буду сильно болеть. Но я буду верить в то, что Epsilon покажет достойную игру. Так это будет или нет. По ходу игры с вами уже поймём. Всё-таки было 5. А значит, красивого Counter-Strike мы увидим вдоволь. В таких вопросах. И действительно, я думаю, неоднократно мы с вами восхитимся от каких-то невероятных хулов. Так как эти коллективы склонны к ним. В частности, Кейвзи в предыдущем матче в полуфинале просто там кинул под себя дым. Пошёл в него ножом кого-то нащупал, зарезал. Понимаете, это на экономическом против оружейного. Но здесь пока всё не так хорошо для шведов. Они потеряли уже ксейстик. Как раз остаются вчетвером. Да и более того, позиции ближние. У игроков атаки они будут вот-вот уже выходить. Ну, сначала на ребра. На ребра они уже вышли. Дальше 15-20 будут заниматься. Кстати, Эрик только что дал фраг под бананом. Из-за этого мог неправильно стянуться Зинкин. Но он уже возвращается обратно. Идут гранаты. Проходит игрок на 15. Нужно как-то его остановить. И в первую очередь Джейз Волку. Всё, это и придётся делать. Но перекрёстный огонь ни малейшего шанса ему не оставил. Всё-таки из той и с другой стороны выходили. Наказывали. И уничтожили Энви Акэдеми своих оппонентов. Ну вот, бомбу не ставили. Зато следующий раунд выиграли. Всё у них здорово. Это, друзья, дорогие 4-1. Так, хотел ещё что-то подметить. Такое сказать вам любопытное. Могу коэффициентики озвучить, пока я не вспомнил, что хотел рассказать. 1-34 на Энви Акэдеми. И 2-78 на Эпсилон. Я согласен, что Энви Акэдеми коллектив чуть поопытнее. В таком ростере, да, чем ростер, который мы видим у Эпсилоны Спортс. Но чтоб настолько, я бы всё-таки, наверное, поспорил в этом моменте. Ну, 4-1, как и говорилось. При этом, вероятно, в перспективе и 5-1 может быть. Ресета экономики не будет. Но не будет и ни единого девайса. Эрика, который пытался подсейвить, всё-таки нашли. Да, дал фраг Скальта, но его же и потерял. Не самый лучший вариант. И пока весьма интересная статистика. Вот этот товарищ Хаджи Хэджи пытается убивать всех, кого видит. А, вспомнил. Я вам хотел призовой назвать. И, в принципе, как распределились места и так далее. Сейчас, в принципе, мы к этому и вернёмся. Вот он, родненький. 1000 дамага настрелял. 1070 за такой короткий промежуток времени. Ну, на то это и 11 фрагов. А здесь поджим Банана массовый. Друг за другом полетели. Пытаются убить, но никто не делает фрага. До этого момента Хаджи постарался и на своих, и на чужих. Очередной квадро для него, если считать и килл по тиммейту, то это даже пентакилл. Интересно, такое считается в нанесённый дамаг? Нет, не считается. 1429. Вот столько этот товарищ урона привнёс. Ну, буквально за первую четверть. Это очень хороший показатель. Я думаю, ни у кого к этому вопросов нет. Так вот, за первое место, друзья, отдаётся 51700 долларов. За второе 25900. Ну, а дальше меньше и меньше. Ризан получили 19400 за третью строчку. Эндпоинт 13 за четвёртую. С пятого по восьмого места получили ценный опыт и участие на классном ладе. Алан, кстати, действительно прикольный. Вот так посмотрел. В принципе, достаточно такая долгая лига, в которой играют, да, вроде бы не лучшие коллективы, но деньги им платят солидные. Ну, согласитесь. Когда-то 52 тысячи практически долларов за первое место даже для серьёзных команд казалось нормальными деньгами. Ну, года два назад окей. Но суть в том, что это в любом случае под спорье бороться плюс титул, плюс участие в постоянных сезонах. Это очередной уже второй по счёту сезон для Gefinity Elite Series. Мне кажется, это хороший вариант. Ну, если вы коллектив, который только набирается опыта. Что Envy Academy, на то они и Academy. Что Epsilon без всех своих ключевых игроков, которые поразбирали в топовые коллективы Швеции, должны набираться опыта. Смотрим за выходом. Тут Джейз Локвинс. Первый выстрел, кстати, промах, но Кивзи неподалёку. Он его прикрывает и, в принципе, фраг неплохой. Но два игрока в фунте немного смущают. Тут как раз Кивзи придётся очень сильно поработать. Молотов тушится с маком. Он, в принципе, не долетел туда, куда было необходимо. Ну, это возможность. Возможность дать ещё один минус. Кивзи им пользуется. Выходит, находит Джекса, забирает его. Ищет и следующего, но не торопится. Понимает, что тиммейты неподалёку. А играть на фраге – это неблагородное дело на про-уровне в Counter-Strike. Но вот она дуэль. Её всё-таки Кивзи проигрывает. После этого вскрываются все позиции. И это открытый аплэнд. Вот это повороты. Эрик Зинкин на выбивании. Казалось, так хорошо стоят опорники планета. Но не тут-то было. Ну, товарищи. Это как бы всё-таки вероятнее всего будет 6-1. Но давайте посмотрим, как эти товарищи – Зинкин, Эрик – разыграют. 2-3. Неплохое попадание по голове, но всё же Фамаса не хватил от дамага. В какой-то степени игрок на песках выжил. После этого это уход на сейв, конечно же, и очевидные 6-1. Так, извините, друзья. Мне тут просто написали один интересный момент. Я должен на него ответить. Но, в принципе, 6-1 пока тайм-аут от Джи из Волкингса. Но это повод, друзья, вам позадавать свои вопросы в чат, занять себя делом. Но, в целом, вопрос в том, что пока Энви на своём пике чувствует себя очень хорошо. И я, честно говоря, даже приятно удивлён. Энви Академи всё же свой полуфинал, они его вовсе не играли, если кто-то вдруг не помнит. И я, честно говоря, не знал, чего от них ожидать в какой-то степени. Ну, вопрос того, что у них должен был быть напряжённый матч против Ризен, которые на самом деле заняли первое место в группе. Выходили, как одни из фаворитов, и тут внезапно пошло-поехало. Ребята просто не смогли найти себе замену на полуфинальную встречу и сразу упали вниз. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, всё-таки это первая карта. Знаете, в таких случаях обычно по первой половине вообще выводы не делают, а как-то присматриваются к коллективам. А тут это ещё и БО-5. БО-5 — это возможность вернуться в игру абсолютно в любой момент. Ну, кому-то нужно возвращаться в игру, а кто-то — это Хеджи, у которого 15 на 3. На лане в финале пока что у него КД-5, дорогие друзья. Пять! Напротив вот этих вот двух товарищей, которые, в принципе, пока свою первую жертву не нашли. Фейзлифнатик. Ну, всё же я, наверное, за Фейзом буду вот в такой моменте. Не буду оригинальным, знаете, как говорится. Но тоже я плохо следил, откровенно говоря, за успехами этих коллективов на турнире. И поэтому, скорее, по прошлым старым впечатлениям говорю здесь. Пока другие были у меня товарищи, вот типа Эпсион и Спортс и Энви Акедами. Но ничего страшного. Так, ставка на Эпсион. Так, ну, смотрю, кстати, многие тут шведов поддерживают в той или иной степени. Кто-то, конечно же, за французов пришёл поболеть. Главное, чтобы все сошлись в том, чтобы Counter-Strike был интересным. Ну, пока 6-1 и не так много подспорий. Здесь был оружейный, на котором Эпсион и Спортс смогли хотя бы раунд забрать. А потом такая неприятная провалочка по раундам началась. Ну что, Зинкин, в принципе, Фамас-то подсейвил этот парень. Поэтому рассчитывает на его реализацию. Но, глядя на карту, становится ясно, что реализацию, в принципе, мы, наверное, и не увидим. Вот этот бедный, одинокий Эрик будет здесь страдать. Скорее всего, по крайней мере, в ближайшее время. Выход на него. ОП-250, пистолет, конечно, неплохой, но не против четвёртых оппонентов. Да, с первой пули сразу же получает. Очень быстро стягивается хелпай. Это явный плюс. Эпсион и Спортс, возможно, не за раунд, но за отдельные фраги здесь однозначно имеют возможность зацепиться. А может, и за раунд, а с такими успехами остались 2-2. Фамас есть. Старова на банане не ждали, но Зинкин провал по стрельбе. И вот это вот уже беда. Вот это действительно беда. Раунд для Envy Academy. И счёт 7-1. Ну, честно сказать, вот здесь Зинкин мог абсолютно всё втащить. Но вместо этого он набрал счёт 0-1-7. Просто, ну, вы видели этот момент. Второй игрок его не ждал. Ну, вот здесь за цементом находился игрок атаки, который вырубил одного из игроков защиты, а второго не ждал. Второй-то и мог дать фраг, а после этого с плитом выбить. И так, тут уже какие-то интересные приключения через дым начинаются. Шоу Багадайку, но дым-то не идеально. Этим пользуется аксист и сделает минус 2. Наконец-то этот парень появляется в игре. Ведь до этого он вообще был Джеймсом Бондом. Но теперь это всё в порядке. Для него в первую очередь, но не для его команды. Если говорить за этот раунд, тут всё только начинается. Эрик Зинкин. Ну, вот Зинкин при убивании меня уже смущает в такой ситуации. Опорник Б-Плантап, который пока и Б-Плант не держит. Поэтому, я думаю, здесь... Как бы сомнений мало. Да и позиции не идеальны далеко. Они уже давно известны. NV Academy, они готовы их принимать. Ну, походу, дело 8-1, друзья. Пока всё достаточно легко. Ну, вот вроде есть неплохие минусы, неплохие размеры, но цепляться за них не получается. Очень быстро расшатываются планеты. Я думаю, вы это тоже заметили. И... Ну... Не то, чтобы Эпсион плохо стояли. Они вроде бы нормальные позиции выбирают для обороны. Но их чуть ли не с первых пуль вырубают при выходе. Это доскональная подготовка к игре оппонента. При том, что NV Academy действительно в этом вопросе пока очень хороши. Помнится, на одном матче обсуждали Плухов. Этот матч, похоже, интереснее. Пока, ну, как по мне, да, всё же это финал. Это как-никак действительно финальная встреча на крупные деньги. Тут всё решается. И я думаю, даже... Допустим, вот сейчас предположим, что карта закончится, ну, не в сухую, но в очень лёгкий счёт. Для NV впереди ещё, возможно, четыре карты будет. И здесь интрига будет до последнего. Даже когда счёт будет 2-0, всегда есть маленькая, но всё же вероятность камбэка, так как это ПО-5. В этом и все прелести этой системы. Тут уже... Вы отыграли однозначно все свои лучшие карты. То, что вы не играли, это вот одна ваша нерабочая карта, одна нерабочая карта оппонента. Все остальные вы обязаны играть идеально. Иначе просто зачем вы пришли в большой киберспорт? Так, пока неплохая дорожка огня, приходится Эрику убегать. Конечно же, потушили молотов, но... В целом, драка за банан. Здесь уже окончательно проиграна по отсадке на клумбу. И... Ну, пока действительно... Хотя бы успели позиции сместить Эпсилон для себя в этом моменте. Хотя смущает то, что и первый, и второй будут из-за тройки отыгрывать. Не уверен, что это хорошо. Так, а вот и Энтри. Энтри от Ксести. Забирает все-таки одного товарища. Вот Аплентом. Но это единственный игрок. После этого стяжка Эрик. И по лучшему таймингу, но зато тиммейт у него был на лучшей позиции. Зинкен дал только один минус, но и тот в его случае выглядел неплохо. Все же... Все массировано выходили. Дым слишком глубокий. Из-за этого так и получилось. В какой-то степени неловко. Так, я за игроками атаки не наблюдал. Давайте за ними посмотрим. Энви Акэдами. Ну, на позициях хороших. Да, в меньшинстве. Но у оппонента проблемы по ХП. А тут еще и такие недефолтные точки заняты. Хеджи. Хеджи. Увидел Ксести, но забрать не смог. Теперь уже в КЛ. Придется поработать. А поработать ему не дают. Тут уже честь технолога контрраскидка. После этого 1-3. Хеджи. Он столько фрагов делал. Он хочет давать еще фраги. Узнать, где Джейз Волкингс. Но слишком долго револдится. Блокпинфа, что красный, наверное, при фаером бы задавил на последних секундах дефьюз бомбы. Успевает Джейз Волкингс. Или нет? Или нет? Все же успел. Господи, как это было близко. 0-1 секунда до взрыва бомбы, дорогие друзья. Джейз Волкингс. Ну, кто, если не он, такие клатчи брать? Ох, да, действительно. Вот здесь было непросто. Казалось, Хеджи, он просто включил себе машину для убийств. Он хотел уничтожить. Вот, знаете, в глазах читалось. Жажда взять этот клатч. И он был близок. Так, у Джейз Волкингса почти не было ХП. Просто про это не прошло инфа. Значит, ну, булап инфа, я думаю, не вызывает никаких сомнений, что Хеджи просто взял пистолет и пошел давить уже так, на уверенности. С его-то стрельбой, я думаю, этого бы хватило. Так, ну посмотрим, посмотрим. Раунд, конечно, взяли сейчас для себя достаточно непростой. Эпсилон, все же, все закончилось. Клатчем один в один. Боролись с проблемами по ХП здесь. Но нужно закрепиться, нужен стрик. В любом случае, я думаю, ни для кого это не сюрприз. В такой ситуации ты либо берешь стрик, и у тебя хоть какая-то экономика вырабатывается, хоть какие-то раунды появляются, либо ты летишь в Салатину всю карту в одну калитку. Два раунда это мало, однозначно. Спасибо капитану, как говорится, но суть в том, что нужно больше, и Джейз Волкинг собирается сделать больше для своей команды. Выходит, ждет второго, но тут уже и тиммейт неподалеку. Это Кивзик, который также прикрывает своего снайпера и делает это чертовски хорошо. Ксейсти пошел в аркаду, пошел. Видит одного, тушит по нему. После этого расправляется и с бойлером. Слушайте, хорош-то. Действительно, красавчик, но где-то в какой-то степени этого пока недостаточно. Все еще жив один игрок атаки. Он только что вырубил Джейз Волкингса, и так-то на пуинте только Кивзи остался. Его спалили. Можно ставить бомбу. Вот сейчас Envy Academy нужно ставить бомбу. Они это понимают. И, конечно же, делают. 1-3. Ну, нет, конечно, когда против тебя две позиции по вертикали выходят. До свидания. Так, 8-3 счетов, правда, все-таки у нас есть. Epsilon Esports вроде как постепенно возвращается в игру. Вот только на сколько и хватит в этом вопросе, сколько раундов им, в принципе, необходимо. За всеми этими моментами, я думаю, стоит обратиться на замечательный ресурс ХЛТВ. Посмотреть. Ну, что у нас по карте Инферно? Ха-ха. В таком составе, друзья, даже не в таком составе, за последние три месяца, знаете, сколько раз играли Инферно? Вот сколько раз играли Epsilon Инферно? 0-0. Винрейт догадайтесь сами, как уестные карты вообще не играли. А вот это беда. Вот напротив Миража, который сыгран 20 раз, 0 карт Инферно. Cobblestone 2 раза сыграли, нюк 3. Ну, короче, беда в том, что пул карт, по-моему, маловат здесь. Но есть и хорошие новости для поклонников шведов. Все-таки, с другой стороны, у их оппонента не рабочая карта Мираж. И, вероятнее всего, после того, как выигрывают свою сильнейшую карту, Enemy Academy могут проиграть свою слабейшую. Ну, может быть, и не так это будет. Все-таки, знаете, в таких матчах далеко не всегда это показатель. Буквально вчера вечером Ашер свою сильнейшую карту проиграли, взяв 6 раундов, а на другой боролись. При этом уже на третьих овертаймах. Как тут можно судить? Команды, конечно же, готовятся. Тем более, если речь идет о коллективах типа Epsilon Esports и Enemy Academy. Им не так много туриков, которым нужно серьезно готовиться. И Gfinity Elite Series как раз один из таковых. Здесь нужно быть готовым на все стол, чтобы тебе не показал оппонент. И, ну, мы видели, что у Epsilon есть тренер. Тренер, кстати, не по-шведски экспрессивный. Ах, неоднократно он показывал свои эмоции. Но неважно, кипсик. Неплохая попытка была у него найти фраг в коврах. Более того, этот фраг был жизненно необходим для команды защиты. Но теперь его не будет. Да и, в принципе, как и этого раунда, видимо. Подстрелили Джейз Волкингса. Оставшаяся двойка, кстати, никуда и не уходила. Интересно, что Джейз Волкингс, рискуя своим Амиком, пытался выйти на какой-то пик. Вот дорисковался. Так, ну, слишком далеко, конечно, находятся игроки атаки для того, чтобы как-то здесь контролить и выбивать девайсы. Но, с другой стороны, вот у ВКЛа, не знаю, как правильно, на самом деле, назвать этого парня, но есть перспективы. Расправиться хотя бы с Зиньком. Но потом не так-то и просто, Эрик еще и второго вырубил. Все же два калаша на руках для Эпсиона останутся. Это главное в таком случае. Вот сейчас конкретно это невероятно важно. Смотрим на экономику и видим, что два калаша... Ну, в теории можно дробнуть. То есть Эрик даст один девайс, окей. Ну, у остальных все похуже, в принципе. Какой-нибудь UMP накинуть, тогда было бы нормально. А так придется отдавать еще один раунд. При том, что взяли только три за защиту, я бы не сказал, что это хороший показатель. Пока тактическая пауза. Кстати, отдельно обращиваю внимание, что здесь они не по 30 секунд. Встроенные вовнутрь игры. И, кстати, от Эдви. Вот что меня больше удивило, наверное, чем длительность этой паузы. Ну, пока. В любом случае, это шанс для тех же Эпселон рассчитать свою экономику, решить, будут они делать Эко или нет. Но экономика коричащая. Мол, сыграйте Эко один раз, а потом уже полноценный оружейный. Но, с другой стороны, стоит ли оно того, если вы уже отдали десятку раундов? И ведь это NW Academy. Это команда, у которой карта Инферно самая сильная. Они, в принципе, и защиту должны хорошую демонстрировать. Ну, посмотрим, конечно, в такой ситуации. Ой, кто же, кажется, получше. Но пока по Инферно складывается четкое впечатление. Я думаю, вы согласитесь. Сложно говорить за какие-то другие карты. Но на Инферно все хорошо именно для французов. У них, кстати, винрейт всего 50% на этой карте. Ну, по приигранности она самая часто сыгранная. А винрейт сторон смещен буквально на 2% в сторону атаки для них. То есть это тоже не показатели. То, что они взяли девятку за атаку, этого уже должно хватать. Все же был корс, конечно же. Решили бояться. И при этом пока даже эта закупка себе не окупила. В сумме сняли 7 хп. Игрокам атаки. Сейчас еще немного продамажили, но все еще никого не забрали. Кивзи также не справился в коврах. И это уже финалочка раунда однозначно. 10-3 будет счет Зимкину. Ну, в идеале бы подсейвить, конечно, калаш. Иначе вообще с чем играть в следующем раунде. Ну, как-то здесь все слишком плохо. Так, Зимкин или Хеджи. Кто кого? Ну, конечно, верится в игрока атаки здесь. Хотя позиция у него похожа, но это же Хеджи. Вы посмотрите, какая пуля в голову. Моментально. Моментально просто уничтожил. Испепелил взглядом игрока дефа. И все оставил без калаша игроков. Ну, пока изикаточка. Действительно, пока все очень легко. Так. Комментарий смешной, но читать его я, конечно, не буду в эфире. Ну, вот, в принципе, чего и следовало ожидать, наверное. Знаете, в такой-то степени одни ребята карту не играют вообще, вторые играют ее чаще всего. Я откровенно не удивлюсь, если на следующей карте, на Мираже, мы увидим обратную ситуацию. Хотя, с другой стороны, знаете, в Мираж, как по мне, любой микс играть обязан как угодно. А тут не микс, тут команда. Команда, которая играет на высоком уровне. Так что, в принципе, я думаю, там тоже какие-то мувы интересные мы от Envy Academy увидим. В конце концов, где смотреть за интересными мувами, если не в самой игре. Так, ну, 11-3. Пока ситуация далеко не самая приятная для Epsilon. Вот, честное слово, здесь пока не видно, на чем возвращаться в игру. Закупочка сейчас, конечно, будет. Но до этого сколько таких закупочек шведы уже проиграли. Неоднократно были трудности, и сейчас... Ну, пока по расстановке все вроде бы хорошо, да? Трое на банане, трое пытаются напрягать. В итоге напрягают. Есть Entry. Еще и по ХП просадили. Но стоит ли Джейс Волклинзу идти дальше? Контр-инициатива. Под флешечку, Джекс. Себя одного второго тоже перекрывает. Вот так замес. Это банане сейчас происходит. Джекс. Шел дуэлиться и с третьим. Но тот все-таки не дал себя в обиду. Аппетит. Не смог перекрыть к Сейсти. Тот продолжает играть под крыльцом и закрывает этот раунд для своей команды. Четко. Четко, действительно, красиво. Забрал последнего. Ну и хоть как-то, хоть как-то вернулся в игру. Вы это видели, да? Сейчас я даже специально. По-моему, Эрик только что прописал гудмод. Просто сейчас сделал себя неубиваемым. Что это такое просто? Нормальный товарищ. Респект таким. Ага. Ну, очевидно, у нас небольшая пауза в перерыве. Ну, вроде бы... Ага, все игроки должны прописать, что они готовы. Не готов пока только Джейс Волклинз. Все. Имели бы дело с подобного рода настройкой. Теперь вроде бы все готовы. Так. Да. Рестарты. Дорогие товарищи, рестарты по второй пистолетке. Ничего критичного. В принципе, просто немного больше времени займет. Это время, это возможность просто еще раз обсудить свой пистолетный раунд. Еще раз поговорить, что же вы там будете играть. И для шведов это крайне необходимо. В такой ситуации, когда вас громят в пух и прах, разносят как ту зик грелку буквально, то есть что обсудить. Ну, пока визуально, конечно, бай ничем любопытным. Мой эпсио не выделяется. С другой стороны, есть беретки. Беретки, которые подсаживаются. Ну, ладно. Зря я обратил внимание на береты, потому что тут уже первые драки. Драки в центре карты. Ну, хороший энтри. Прямо сейчас уже есть минус. Ламберт его дает. При этом отходит назад уже на балкон. Инфы, правда, нет по 15. И для этого как раз Гэл и пришел сюда. Возможно, еще и фраг найдет. Фраг не находит. Ну, все. Этот Уокер, техасский рейнджер, сейчас должен сделать ветер. Дым есть, дым упадет на тройку. Пока тут еще, да, игрок под номер один пытался привлекать на себя. Внимание, вот они беретки победы. Пау, пау, пау делает. Ну, только на один минус. Ладно. Прям ушел в статы моего коллеги уже с перепуга, увидев этот замечательный звук берет. Но нет. Не за ними было счастье. Да, в принципе, за всеми игроками Эндриса Кэдами. Ну, как-то вот здесь все уже становится очевидно и легко. В такой ситуации, по-моему, мы приближаемся к финишной прямой первой карте. Возможно, нет, конечно. Я буду рад, если это не так. Если вдруг какой-то камбэк будет. Но на этот камбэк есть буквально один оружейный раунд. Для ребят из Эпсилон и Спортс. Ну, ничего страшного. Все же, опять-таки, БО-5. Это первая карта. Есть еще шансы вернуться в игру. Показать нам достойный кейсик. Для начала на Мираже, конечно же. А потом уже и на остальных картах. Ну, пока Форс. Понятно, что раз не было бомбы, то придется разыграть Форс раунд, в котором... Ну, кстати, закупка-то боевая. 4 ЦЗшки, Диггл. 5 игроков на арморах. Ну, десант массовый. Как старые добрые. Не приносит... Ну, ладно, приносит. Все-таки беру свои слова назад, которые даже не успел еще произнести. Три фрага для такого раунда, это, конечно, неплохо. Сейчас еще и подбирается UMP. Ну, есть шанс. Есть шанс хотя бы поднапрячь. Одно ХП для Эрика. Ох. В него кинете дым, и он погибнет. Но... Попробуй попади еще. Не попадет. Конечно, 0,02 оппонента не оставили вариации для разыгровки здесь Эрику. Хотя он в любом случае молодец. То есть... Пожил еще, понапрягал немного. Попытался реализовать фармган, чтобы деньги себе пробусить. Но... Не вышло. С кем... Не бывает. 13-4. Ну... Увидим. Конечно, 14-4 в перспективе, скорее всего. А вот дальше уже пойдет игра на девайсах. Там все может быть куда серьезнее. Так, пока подрыв центра карты. В принципе, неплохое начало. Ну... Пока... Не так много дамага оно внесло для игроков защиты. Сейчас только сам Ламберт по себе получил. Столько же, но смог отойти назад. Передать инициативу тиммейтам. И они ею пользуются. То тут, то там фраги с фармганов залетают. И все пополняет банковский счет. НВ Академи на приличные круглые суммы. Ну... Походу, дело 14-4 уже не избежать. Ну, смотрим. Конечно, за разборками. Прозвитие событий вполне ожидаемое. 14-4 и драка против фармганов. Это, на самом деле, хороший мув. Ну... К сожалению, навести до конца, реализовать как-то... Попытаться хотя бы перекрыть парочку-тройку девайсов оппонента не удалось. С одной стороны, вы, конечно, пробустили оппонента на деньги. Но, с другой стороны, сейчас бай. Где у нас два МП-9, два Юмпа и Фамас. Не сказал бы, что это сильно хорошо. Ну, разберемся. Разберемся, как будут обстоять дела. Все же есть одна полноценная попытка. Дальше чуть похуже. Джейс Уолкинг за уже молотом залетел. Он не торопился его тушить. Остался с малым количеством ХП и сейчас уже его лишился. Но драка на банане все еще могла хоть как-то проходить и под диктовку стороны атаки. Но только могла. А по делу, по факту, все произошло куда хуже, куда трагичнее. Так, ну, два игрока против четверых. При этом бомбу еще нужно забрать. Ну, пока с понтом все в порядке. Смогли. Смогли легко. Подойти, взять себе и все норм. Там Зинкен себе армор не взял. Нормально. Первый девайсный. Это так. Приигровка к оппоненту. Ну, походу, приигровка к оппоненту не ценой первого девайсного, а ценой первой карты. Здесь от начала и до конца. Попытался кем-то повоевать, но распрей на второго не пошел. 15-4. И 11 мап-поинтов для Энвис Академи. Посмотрим. Здесь как бы денег на полноценный бой не осталось. Сейчас Зинкену понадобится его 1000 долларов. Смотрите, даже армор купил. Ну, порешаем. Сейчас, ну, разберемся. Конечно, как тут будут обстоять дела. Прожим, прожим. Хеджи пошел на уверенности, хочет закончить карту побыстрее. Ну, не факт. В таких случаях. Но под прикрытием Ламберта все работает. Как же четко подстраховал своего тиммейта Хеджи после этого. И полтора раза чекал. Инфы много. Осталось просто грамотно ею распорядиться. Для Энвис Академи и, в принципе, карта в кармане. Все пока идет на то, что штат 4 практически не избежать. Ну, посмотрим. Не будем раньше времени списывать со счетов. Тут тройку игроков. А Ксейсти, Джейс Волкинс, Кевзи попытаются взять. Я уже неоднократно говорил. Джейс Волкинс неплохой игрок. Ксейсти очень уверенный в себе товарищ. И, в принципе, настреливает он обычно хорошо. Сейчас, конечно, похуже. Поэтому мало ли, что произойдет. Но пока ничего любопытного не происходит. Ксейсти просто пытается перестреливаться с Джексом. Ничего это не приносит. Только пули на ветер. А тут, кстати, подсадочка. Ого-го. При том, что там и так двойка игроков будет выходить. Ну, по-моему, разменов не хватит. Только префайер спасет Ксейсти. Он зачекал стрейфом очень четко, очень осторожно. Но даже это не помогло. Хэдшот. Ну да, это ГГ на первой карте, друзья. Джейс Волкинс 1.5. Не перекрывает даже первого. Вот так вот заканчивается первая карта. Готовимся ко второй. Ну, друзья, никуда не расходитесь. Все-таки вот-вот уже начнется и вторая карта. Напоминаю, что работает для вас ГМР сегодня. И надеемся на то, что это БВ-5 дальше будет проходить в более напряженном темпе. Карта Мираж после перерыва. Скидки, скидки, скидки. Мечтали обновить ПК? Хотите лучше мышь или наушники? До 24 декабря у вас есть уникальный шанс приобрести мониторы, материнские платы, видеокарты и геймерские девайсы до 20% дешевле. Успейте получить свою скидку от Asus. Промокод на экране.